Здравствуйте дорогие мои подписчики, гости канала. Спасибо вам огромное за то внимание, которое вы оказываете моим видеороликам. За ваши отзывы, комментарии, за ваши лайки, подписочку на мой канал. Большое-большое вам спасибо. Сегодня я хочу вам представить вторую часть прогноза развития событий в любовной сфере. Это будет для знаков, начиная с весов и заканчивая знаком рыб. Прогноз сделан отдельно для тех, кто в паре и для тех, кто в свободе. То есть по две карты на каждый знак. Итак, начинаю трактовочку выпавших карт. Дорогие весы, ваш прогноз на июль 2017 года. Посмотрим, что вам принесет месяц. Итак, для свободных весов выпала пятерка чаш. Что сказать, для парных весов месяц будет непростой. Выпала карта потерь, расставаний, разочарования в партнере, в отношениях. Или что-то ушло в отношениях. Нет больше близости, теплоты. Не стало того, что связывало. Постоянные ссоры, недомолкки. Все это, конечно, изматывает. От этого щемит в сердце. И грустно. Прямо до слез. Скорее всего, дорогие мои, этот кризис неспроста. Возможно, настал тот момент, когда вы выросли из отношений. И может, вам надо двигаться вперед, оставив прошлое. И не жалея ни о чем. Подумайте об этом. Для свободных весов выпала карта колесо фортуны. Здесь другая картина. Неожиданный поворот в личной жизни. И это, конечно же, дорогие мои, встреча. Судьба носная. У одиноких весов появится шанс устроить свою личную жизнь. И как повернуться события, неизвестно. Но эта встреча, несомненно, привнесет в вашу жизнь новый опыт, полезный урок. Даже если окажется и кратковременной. Но есть нюанс, что эта встреча не исключена. Та самая роковая встреча с человеком, с которым вы свяжете всю оставшуюся жизнь. Вот так вот. Уважаемые скорпионы, что вам карты обещают в июле месяце? Для тех, кто в паре, выпала карта король чаш. Что ж, месяц обещает быть периодом душевной близости, нежности, заботы. По этой карте, возможно, ваш партнер вам окажет помощь, покровительство в каком-то важном для вас вопросе. Также эта карта может означать сюрприз от него в виде букета цветов, подарка, романтического ужина или путешествия. В любом случае, король чаш обещает месяц приятных событий. Прекрасно. Свободные скорпионы. Что для вас? Выпала карта четверка Пентакли. Да, июль месяц для вас – это не месяц любовных развлечений и утех. Можно сказать, что пока вы даже не настроены флиртовать. У вас сейчас какие-то другие намерения. И вы даже немножко отгородились от внешнего мира. Но это временно. Возможно, у вас зреет некий план действий. А сейчас вам надо чистить перышки, наводить порядки и в душе, и в теле. А вот потом грянет триумфальный выход на сцену жизни. Отлично. Дорогие стрельцы, смотрим, что вас ожидает в июле. Итак, для тех, кто в паре, выпала карта «Десятка жезлов». Что-то не до любви вам нынче. Дела настолько захлестнут, что не будет и времени, и сил на любовные утехи. Ну, разве что умудриться как-то в этом сумасшедшем цитноте уделить хоть немножечко времени своему партнеру, хоть чуточку внимания или успеть сказать несколько теплых слов. А может, это вы и не от работы вовсе устали? Жезлы еще обозначают и сексуальную энергию. Ну что ж, в этом случае вы просто переборщили. И, наверное, это хорошо, если так. Так, свободные стрельцы, для вас выпала пятерка мечей. Ну, карта, конечно, не очень. И месяц, естественно, обещает быть нелегким в плане любовных отношений. Расставание за расставанием все обрывается, иногда даже не начавшись, причем по совсем даже непонятным причинам. Все запуталось и уже непонятно, кто прав, кто виноват, вас бросили ли вы кого-то бросили. Но вы не расстраивайтесь. Ведь неизвестно еще кому повезло. Так ведь? Так, дорогие козероги, что у вас тут грядет? Для тех, кто в паре, выпала карта мир. Ну, большие планы у вас на июль. Большие. Например, отправиться в кругосветные путешествия. Все, конечно, зависит от возможностей. Это может быть и шашлыки на даче, но зато с каким настроем, воодушевлением. Июль прекрасен для восстановления отношений, воссоединения, если вы были в разладе. И вообще, месяц настраивает на волну полного принятия друг друга, на гармонию физическую и духовную. Вы будете чувствовать себя в этом партнерстве свободными и счастливыми. Ну, да дай бог. Идем дальше. Свободные козероги? Вам выпало десятка мечей? Ну, держитесь. Июль явно не ваш месяц в романтической сфере. Тут либо вы уже наигрались в любовь, да так, что разуверились в ее существовании, либо настолько устали в борьбе с одиночеством, и поиски второй половинки увенчались в очередной раз крахом, что вы чувствуете себя сломленным. Но, дорогие мои, помните, самое темное время суток перед рассветом. Не все потеряно. Не все. Дорогие водолеи, смотрим, что вас ожидает в июле. И для тех, кто в паре выпала семерка чаш, а она говорит, что вас в июле ожидают сомнения, а тот ли этот человек, с которым стоило бы связать свою жизнь, и тот ли он за кого себя выдает, но все же манит что-то к нему. Да, не стоит предаваться, конечно, иллюзиям, дабы не разбиться потом об разочаровании, Но, опять же, и не доверять тоже чревато. Так ведь можно и потерять достойного партнера. В общем, придется вам очень тщательно прислушиваться к своей интуиции. Очень. Идем дальше. Свободные водолеи, что вас ждет? Выпала четверка жезлов. Ну, вам повезло. В июле вы будете пребывать в состоянии праздника, непрекращающегося веселья. И не исключены встречи с друзьями, однокашниками или корпоративчик. И там-то у вас будет возможность пофлиртовать, завязать очень интересные знакомства. Так что, дорогие мои, будьте максимально общительны. Танцуйте, пойте. И вас обязательно заметят. Удачи вам! Дорогие рыбки! Смотрим, что вам карты скажут. Для тех, кто в паре, выпал пас жезлов. Что ж, у парных рыбок может обнаружиться в июле сюрприз в виде ребеночка. Или у вас, наконец-то, появится шанс куда-то отправиться вдвоем. Вместе вам захочется запланировать какое-нибудь такое веселое мероприятие. Ну, скучно вам точно не будет в июле. Настроение задорное, авантюрное. И этот летний месяц вам обещает приключения, романтику и страстные ночи. Пойдем дальше. Свободные рыбки! Вам выпала дама-чаш. Для вас, дорогие мои, июль выдастся мистическим, волнующим, полным загадок. Кто-то промелькнет в дымке бытия и оставит у вас волнующий след воспоминаний. Вы как никогда в этом месяце будете чувствительны к романтическим посылам. Ваше сердце будет взволновано, а дыхание учащенным. Да и хороши вы будете, Юли, как никогда. Удачи вам!